У нас был взрыв мотора, к сожалению Всем привет, с вами Блог Авто МПС Я на рождественской гонке Автоваза в Тольятти, в селе Сосновка Знаменитая гонка, уникальная трасса С мостом Синхронные старты То есть два автомобиля стартуют с одной точки По двум разным дорожкам По ходу пути они пересекаются И также синхронно финишируют Ну то есть очень наглядно видно, кто на первом месте, кто на втором И вот он, автомобиль И, собственно, самый главный вопрос, ради чего мы сюда приехали Как из вашей обыкновенной Lada Vesta сделать вот такой снаряд Вы сильно удивитесь, но для этого даже не нужна Lada Vesta Sport Достаточно купить обычную Vesta Здесь моторчик 1.6 И сегодня помогать разбираться автомобилем Мне будет Владислав Незванкин Руководитель Lada Sport Владислав, во-первых, что за автомобиль? Чем он отличается? Насколько сильно он отличается от обычной Vesta, которая продается в автосалонах? Ну это специально спортивный автомобиль Мотор стал мощнее 175 лошадиных сил Но это 1.6, это не 1.8 Да, это 1.6 объем Специально была спроектирована гоночная коробка передач Здесь она кулачковая Подвеска Что с мотором сделано? Ну, собственно, банальный набор, который отличает спортивный двигатель от дорожного Распредвалы, программа, поршневая и так далее Почему не 1.8? Есть же 1.8, более крупный мотор Из него можно было бы, наверное, 200 выжать такими же методами Мы можем и 250 выжать, что мы делаем, к примеру, в классе Супер Продакшн, в РСКГ И 350 в классе Туринг Но здесь, на ледовой трассе, главное не мощность, главное момент Так у 1.8 и момента должно быть больше? Мы поработали так, что здесь и момент есть, и мощность есть То есть такой сбалансированный автомобиль Хорошо, а можно те же технологии применить к мотору 1.8? Можно мы это делаем, мы это применяем, как раз и строим автомобили Для дорог общего пользования автомобиля Веста Спорт Но там мы снимаем 150 лошадиных сил Но там именно с 1.8, а здесь 1.6, в чем разница? Разница в 0.2 кубика Подвеска специально спроектирована под ледовую трассу Вот немножечко мы поднастроили ее под сегодняшние заезды Потому что это уже в меньшей степени ледовое Это что-то стало похоже на такой ралли-кросс За счет того, что появилась очень рано колея Соответственно, ход подвески увеличился А что за амортизаторы? Это ваши? Амортизаторы, да, российского производства Которые мы сконструировали А наши поставщики, которые, кстати, поставляют и на конвейер Lada Sport Для производства автомобилей Веста Спорт Они произвели специально для нас Но это все-таки другие? Это не то, что на Веста? Нет, конечно Это другие специально спортивные амортизаторы Можно ли у вас заказать вот такой автомобиль боевой? Можно, приглашаю всех Заказывайте Ставьте шины Pirelli Заливайте гоночный бензин Pulsar 100 И получайте удовольствие, как это делают Сегодня здесь лучшие пилоты России Сколько денег будет? В районе 2 миллионов рублей 2 миллиона? То есть на миллион дороже, чем обычное Веста Спорт Да До каких оборотов крутится мотор? Не знаю, какие-то параметры Максимальная скорость, разгон до сотни То, что волнует нормальных людей Ну, здесь это сложно сказать Максималка примерно 125 километров в час То, что мы видим На треке, да Соответственно, на прямой старт-финиш Крутим примерно 8-9 тысяч оборотов Все, я поехал в заезд Все, спасибо Спасибо Ну вот, как-то так Я надеюсь, что Владу Низбанкину теперь повезет Вот он нам, я надеюсь, рассказал все секреты, касающиеся автомобиля Посмотрим на гонки А вот и сама Веста Давайте заглянем под капот Посмотрим, что там интересного Замка, разумеется, традиционного нет То есть капот можно открыть снаружи Почти любой желающий Традиционный впуск от Lada Sport То есть он уже нестандартный Нулевой фильтр В данном случае он снят Та самая усиленная коробка передач Как видите, ни шумоизоляции Ничего лишнего тут нет Ни подкрылков То есть машина, разумеется, максимально облегченная И те самые спортивные амортизаторы Они тоже здесь присутствуют Но по сути своей никаких, как видите, дополнительных распорок, растяжек Ничего То есть вот это вот все абсолютно стандартная Панель Стандартная капота Все более-менее стандартная Ну, разве что без шумоизоляции Вот те самые боевые шипы 4,5 мм Очень хорошее крепление То есть вот-вот захочешь Не вытащишь Достаточно крупные шашки Ну и более-менее плотная резина Такая хорошая И как видите, у нее очень интересный рисунок протектора Внутренняя сторона и внешняя То есть одна отвечает за управляемость Другая непосредственно за тягу А вот сюда вот маленькое стеклышко Выведен классический Еще от Жигули От трешки, либо от шестерки Указатель запаса топлива Пилота это волновать не должно Этот вопрос должен волновать Исключительно механиков Как видите, это уже бывалый автомобиль Еще вчера в ходе квалификации Его нормально так положили на крышу Помяли стойку Причем как слева, так и справа Но за ночь машинку восстановили Все нормально И конечно, если вы хотите, чтобы ваша веса была достаточно быстрая Ее придется максимально облегчить То есть вместо дверной панели Вместо стеклоподъемников Просто кусочек пластика Вот этот тросик открывает дверь изнутри Разумеется, за безопасность тут отвечает каркас А не подушки Подушек нет Руль на проставке, чтобы он был поближе Обязательно вот эта желтенькая меточка Для того, чтобы в пылу борьбы водитель точно понимал Где прямолинейное положение Панель, как видите, ворсистая Не такая, как на серийных автомобилях И разумеется, сделано это не ради люкса и премиума А ради того, чтобы она не бликовала на солнце Вместо аудиосистемы тут блок управления Стеклоподъемнички Ну, сейчас абсолютно выключен Но стеклоподъемчики, скорее всего, работают Блок климат-контроля стандартный Потому что зима, потому что ледовые гонки В этом году повезло на улице минус один И я думаю, что даже в печке нет какой-то особой потребности Но, например, в прошлом году На рождественской гонке автоваза Было минус 15 Ручка, как видите, стандартная Но сам механизм приподнят Вот проставка И, соответственно, ручка ближе к рулю То есть быстрее можно переключаться Точнее, хода очень коротенькие Прям такие Но сам механизм, как ни странно, стандартный Даже с пластмассовыми элементами На тросиках Все по-честному Тормоза вроде как бы стандартные Валсты говорят, что никак их не дорабатывали Такие же используются на обыкновенной вести спорт Ну, с той лишь поправкой, что на ручнике зажата кнопка То есть просто подняли, просто отпустили Он не фиксируется, потому что его задача Поворачивать автомобиль, а не останавливать И также дополнительно здесь установлен регулятор тормозных сил Который позволяет перераспределять тормозные усилия Между передней и задней осью А вон пошел Виталий Петров Я пойду его попробую сейчас догнать Расспросить Он уже прокатился на вести А вот и наш знаменитый чемпион Виталий Петров Он тоже сегодня выступал на ладе вести Виталий, расскажи, как оно прошло Как ты выступил, как и автомобиль Ну, выступили мы средне У нас был взрыв мотора, к сожалению А, это был мотор все-таки Да, это все-таки мотор На первую сессию, когда мы лидировали Обидно было Ну, скажу так, что не до конца я разобрался в новых колесах Которые используются на этом этапе Обычно мы используем более узкую резину А здесь широкая Поэтому привыкать к ней было крайне сложно Ты должен быть хорошо знаком с ВАЗовской техникой С Ладой я знаком еще по выступлениям 2005 С Ладой Революшн Второй год, там были восьмерки наши Машина отлично Рулится, управляется, едет Помощнее бы мотор Еще бы мощнее? Конечно, хочется побольше мотор Чуть-чуть, может быть, нехватка тяги Поэтому добавить лошадей Сто всегда приятно Ну и все-таки пока еще Как бы этого не хотелось Тольяттицам Я бы сказал, что ВАЗовская техника До уровня иномарок В полной мере не дотягивает Но если мы говорим про настоящих Petrolhead'ов, про сорви голов То взять ВАЗовскую технику И довести ее до ума Сделать ее по-настоящему Быстрой, интересной Намного проще И, главное, намного доступнее То есть это с точки зрения автоспорта По-настоящему массовый автомобиль С вами был блог Авто МПС Я Игорь Сирин Хорошего дня!